Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. В магазинах же все выросло. Почему у нас не должно? С сегодняшнего дня стоимость проезда в красноярских автобусах выросла до 32 рублей, в трамваях и троллейбусах до 28. Вот так вот люди вынуждены стоять на морозе с температурой и ждать прием к врачу. Почти 30 тысяч жителей края с диагнозом коронавирус. Из них 5 тысяч это дети. В некоторых поликлиниках до 100 человек одновременно ждут приема врача. А врач всего один. Как будет развиваться ситуация, обсудим с экспертом. С 1 февраля в России увеличиваются пособия и другие социальные выплаты, а банки не смогут списывать задолженность с прожиточного минимума. После того, как инвесторы пережили худшую неделю с начала пандемии, рынок акций стал восстанавливаться. Рынок акций понемногу восстанавливается. Какие бумаги смогли вернуть прежние позиции? На 6 рублей дороже. С этого дня стоимость проезда в красноярских автобусах выросла до 32 рублей, в трамваях, троллейбусах и электричках до 28. Изменение цен, напомню, связано с обращением красноярских перевозчиков. Еще в прошлом году больше половины из них попросили увеличить плату за проезд из-за подорожания топлива и высоких цен на запчасти. Что о новом тарифе думают красноярцы и решит ли он проблемы общественного транспорта, разбирался Игорь Шишкин. В магазинах же все выросло. Почему у нас не должно быть? Галина Федоровна кондуктором работает уже 5 лет. До этого была диспетчером, еще раньше занималась питанием водителей автобусов. В общем, со сферой городского транспорта женщина знакома давно. Галина Федоровна уверена, стоимость проезда давно нужно было повысить. Цены растут, да и работа непростая. Без конфликтов в салоне не обходится ни один рабочий день, говорит кондуктор. Впрочем, новый тариф в автобусах почти все пассажиры воспринимают спокойно. Разве что иногда приходится напоминать о повышении стоимости до 32 рублей, рассказывает женщина. Вообще проезд должен давно уже был подняться, потому что размотки нет, у нас ничего не получается, мы не зарабатываем ничего. А люди как относятся к повышению проезда? Вообще никто не возмутился сегодня. Одна только пенсионерка возмутилась. А так вообще люди все скажут, покажут, что 32 рубля. Они оплачивают. Сами же красноярцы с повышением тарифа в автобусах, кажется, уже смирились. Люди отмечают, цены везде выросли, куда деваться. А вот если бы еще и качество росло пропорционально стоимости проезда, то и вопросов к перевозчикам было бы меньше, говорят пассажиры. Если бы цена соответствовала качеству проезда. Если это так, то почему нет? Ну а сейчас цена соответствует качеству? Ну во всяком случае в этом автобусе, да. А есть же разные автобусы. Я в принципе нормально отношусь, я понимаю, да, почему он дорожает. Но единственное, хотелось бы, чтобы автобусный парк обновился. Ну то есть достаточно такой подушатанный, скажем так. И чтобы почаще ходили некоторые маршруты. Есть у нас маршрут 60-й, он очень холодный. 53-й тоже довольно-таки старые автобусы. Ну и 53-й, кстати, очень плохо ходит, очень редко. Даже видите, люди стоят на улице и даже вот и ждут, и мерзнут, и как бы, знаете. Да и внутри бывает, что и мусорно, и грязно. Как бы да, есть такое. Тут было с маршрутом на 64-м, как бы да, я живу просто в центре. И вроде много автобусов, а долго стою порой, чтобы уехать сюда до вокзала. 64-го вот, да, вот очень редко. Пожалуй, одна из главных проблем у перевозчиков сейчас – кадровый голод. За относительно среднюю зарплату люди просто не идут в городские перевозки. Доходило до того, что большая часть автобусов некоторых предпринимателей почти полностью не выходила на маршруты. Там попросту некому было работать. Во время обсуждения это было еще одним аргументом транспортного бизнеса за повышение тарифа. И вот стоимость проезда выросла. Решит ли это проблема общественного транспорта? Перевозчики не обнадеживают. То есть данный тариф, на самом деле, это не тариф развития, а тариф по большому счету выживания. Чтобы сохранить отрасли, сохранить коллективы, те квалифицированные, которые есть на сегодняшний день. Потому что за последние, скажем, два года вот этих условий, получается так, что часть персонала просто ушла. На самом деле это решение не одного дня. Потерять людей легко, а вот пригласить их обратно привлечь на работу – это достаточно сложный процесс. И для того, чтобы люди пошли в эту отрасль, для того, чтобы люди почувствовали, то есть захотели работать в этой отрасли, необходимо определенное время. И понятно, что цены растут, и у перевозчиков выросли расходы на бензин, на запчасти. Водителям и кондукторам нужно поднимать зарплату. Однако вопрос остается открытым. Поможет ли очередное повышение стоимости проезда решить проблему с нехваткой водителей и длинными интервалами. Игорь Шишкин, Вадим Кравченко, Новости ТВК. В Красноярском крае коронавирусом болеют почти 30 тысяч жителей. 5 тысяч из них – это дети. Такие цифры озвучили в правительстве края. Сейчас медики фиксируют два штамма вируса – Дельту и Омикрон. В больницах лежат почти 3 тысячи пациентов. В Министерстве здравоохранения отметили, что инфекцией все больше заражаются дети. Несколько медучреждений скоро будут принимать только детей, которые заразились COVID-19. В стационарах города стало обращаться больше пациентов. В основном это дети раннего возраста до 3 лет, у которых отмечается повышение температуры до фибрильных цифр 39, недомогание, слабость, катаральные симптомы. Эти дети в основном и госпитализируются в стационар. Дети более старшего возраста при отсутствии положительной динамики на фоне лечения, при наличии пневмонии, которую тяжело переносят, также госпитализируются в стационар. Пока еще не открылось ни в одном учреждении города инфекционные детские поликлиники, но планируются к открытию такие поликлиники. Несмотря на рост заболеваемости, массово переводить школьников на дистанционное обучение пока не планируют, говорят в Министерстве образования. Каждая школа может самостоятельно принимать решения в формате обучения. При этом класс обязательно отправляют на удаленку, если в нем есть больной COVID-19. Сейчас на карантине по коронавирусу и ОРВИ находятся более полутора тысяч классов в 238 школах по краю. Напряженной остается ситуацией в городских поликлиниках. К нам в редакцию присылают десятки видео с очередями в медучреждениях. Красноярцы жалуются, что попасть к врачам практически невозможно. Так, например, в поликлинике номер 5 на Мира в очереди в один кабинет сидели более 80 человек. Похожая ситуация в поликлинике номер 1 на Тамбовской. В медучреждении на Крайне сегодня работал один врач, а своего приема ждали более 100 человек, сообщают жители. В поликлинике на Керенского пациенты с температурой стояли в очереди на улице, потому что в помещении мест уже не было. Поликлиника Керенского, 118. Вот так вот люди вынуждены стоять на морозе с температурой и ждать прием к врачу. Через поликлинику не пускают, только с торца. На улице минус 25. Еще одно видео в городской поликлинике снял врач Владимир Хиновкер. На кадрах видно очередь, растянувшуюся на три лестничных пролета. По словам красноярцев, если попасть к врачу не получается, больные вызывают скорую помощь. Однако дождаться ее тоже крайне трудно. Заболеваемость коронавирусом в городе бьет рекорды, а врачей не хватает, говорят специалисты. Так, накануне некоторые больницы уже прекратили оказывать плановую помощь и принимают только экстренных больных. Медики говорят, что штамм омикрон гораздо заразнее предыдущих разновидностей COVID-19, но вот переносится он легче. Именно поэтому огромная нагрузка сейчас легла именно на сотрудников поликлиника. О сложной ситуации говорит и статистика. В Красноярском крае новый антирекорд. Положительный тест на COVID-19 получили 2500 жителей. Это почти вдвое больше, чем накануне. В Красноярске инфекции заразились почти 1500 человек. При этом смертность по краю снизилась. Скончались за сутки 14 пациентов. Выздоровели 702 человека. В целом по России эпидемиологическая ситуация также ухудшается. За 24 часа инфекцией заразили 125 тысяч жителей. Накануне было на тысячу меньше. Выздоровели 40 тысяч россиян. Не справились с болезнью 663 пациента. Максим Тирский, главный врач диагностического отделения АО «Медицина». Сейчас у нас в эфире. И с ним мы обсудим, чего же нам ждать от этой ситуации, как спрогнозировать и как себя вести. Добрый вечер. Добрый вечер. Максим, чем отличается главное отличие этой пятой волны коронавируса от предыдущих, за исключением тем, что она более массовая? Ну, конечно, омикрон намного более заразный вирус. Волна отличается именно штаммом, который существенно отличается от дельты. Сказать, что в лучшую сторону, ну да. То есть смертность намного ниже, госпитализация в процентном отношении также намного ниже. Но если помножить госпитализацию на количество, реальное количество заболевших, то в целом госпитализация растет. Ну вот по Москве, если сказать, то 10 января в день госпитализировались 800 человек, сейчас 1600. То есть, скажем так, в относительных цифрах поначалу казалось, что цифры госпитализации снижаются. Сейчас это в абсолютных, этого не было никогда. Но сейчас вот уже и в относительных цифрах госпитализация начала достаточно быстро расти. А какие прогнозы, какой будет эта волна и когда, самое главное, когда она пойдет на спад? Ну вы знаете, вот по опыту, скажем, европейских стран и Соединенных Штатов, где-то через два месяца уже видна тенденция снижения. Другое дело, что с Европой она сравнивать не очень получается, поскольку там уровень вакцинации намного выше, чем в Красноярском крае и в России в целом. Поэтому там, допустим, в Великобритании резкий скачок зараженных в десятки раз не приводил к уровню смертности вообще никак. То есть там порядка 100 человек в день смертность как наблюдалась, так и наблюдалась при пятой волне. Но еще раз повторяю, с нашей ситуацией равнять никак нельзя, потому что уровень вакцинации, ну то есть компания по вакцинации провалена абсолютно. И сказать, что есть какой-то коллективный иммунитет сейчас, или в ближайшем будущем он появится, нельзя. То есть уровень вакцинации сейчас такой, что он никак не влияет на эпидситуацию. Ну и ситуация такая, что каждый человек, наверное, должен позаботиться о себе сам. Вот чтобы не стоять вот в этих поликлиниках, не ждать скорую, вообще думая, что же будет дальше. Что стоит сейчас изменить в своем поведении, привычках, чтобы как-то пережить полегче этот период? Ну вы знаете, что касается поликлиника, это вопрос решаемый. Им нужно только немножко позаниматься организационно со стороны руководства Минздрава, края. Потому что больничные дистанционно открываются в Москве достаточно успешно. Почему это не сделать в Красноярске, я не очень понимаю. Что касается личной безопасности, конечно. То есть не нужно переживать за всю, так сказать, за весь мир, нужно думать о личной стратегии. И личная стратегия заключается в том, что даже сейчас, когда, в общем-то, мы близки к пику омикрона, ревакцинация вполне показана. То есть никаких противопоказаний к ревакцинации нет. Те, кто не успел вакцинироваться, пусть вакцинируются. И это самая надежная защита, которая есть. Что касается лечения. К сожалению, по лечению неутешительные данные появились. Самое, так сказать, эффективное сейчас, что изобретено, это моноклональные антитела. И вот появилась работа, которая свидетельствует о том, что из 19 существующих моноклональных антител в мире, 17 против омикрона не действуют. И эффективным остается только один. Но некоторые эксперты высказывали мнение, что пятая волна будет самой массовой, как мы уже видим. Но после этого пандемия коронавируса все же окончательно пойдет на спад. Вы согласны с этим, с этой версией? Ну, хотелось бы в это верить, но никаких убедительных данных за это нет. Потому что вирус мутируют. Очевидно, что вот сейчас омикрон уже, у него уже есть еще один вариант. Причем, переболев омикроном первым, нет защиты от омикрона второго. Омикрон, вот был такой вброс от российского вирусолога, который назвал омикрон живой вакциной. Вы знаете, как ни странно, отчасти это справедливо, но только для вакцинированных и переболевших людей. Для тех, кто не успел вакцинироваться до пятой волны, это не работает. Вот именно эти люди и являются группой риской для госпитализации. Те, кто успел привиться или те, кто переболел в разрезе нескольких месяцев, то есть не ранее, чем через полгода, он, переболев омикроном, получает таким образом своего рода ревакцинацию. Причем эта ревакцинация работает и для омикрона, так и для дельты. Ну хоть какое-то утешение. Спасибо большое. Напомню зрителям, это был Максим Терский, главный врач диагностического отделения. А о медицине мы говорили о возможных вариантах развития пандемии. И если вы пропустили этот материал или хотите поделиться им с друзьями в соцсетях, заходите на наш YouTube-канал ТВК. Также у нас есть аккаунты в Instagram, TVK News. Подписывайтесь и следите за нашими новостями там, ведь ТВК – это не только ТВ. С 1 февраля в России увеличат пособия и другие социальные выплаты, а банки не смогут списывать задолженность с прожиточного минимума. Какие еще изменения вступают в силу в феврале, расскажет Светлана Чернушевич. Да, Оля, в феврале в силу вступает сразу несколько изменений в российских законах. И, конечно же, сразу у многих возникает вопрос, как эти изменения отразятся конкретно на мне и моем благосостоянии. Поэтому начинаем с законов, которые напрямую влияют на суммы в кошельках россиян. Как сообщает Госдума, с февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию. Ее проиндексируют выше уровня инфляции на 8,6% по отношению к декабрю. Средний размер пенсии в России, по официальным данным, составит 18 984 рубля. Помимо этого, на 8,4% проиндексируют регулярные выплаты по инвалидности, выплаты вдовам погибших ветеранов Великой Отечественной войны и ее участникам, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС, а также ветеранам боевых действий. Увеличатся и выплаты на детей. Так, с 1 февраля более чем на 1000 рублей вырастет пособие при рождении ребенка. Выплата полагается всем семьям, независимо от уровня дохода. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособия выплатят на каждого из них. При этом не имеет значения, кем работают родители и работают ли вообще. Подрастет в феврале и материнский капитал с этого года, его индексируют по уровню фактической, а не прогнозной инфляции. Так, выплата на первого ребенка вырастет до 524,5 тысяч рублей. Выплата на второго ребенка увеличится до 693 тысяч 100 рублей, при условии, что семья не получала ее на первого ребенка. В противном случае родители получат 168 тысяч 600 рублей. И в продолжение темы денег, с 1 февраля закон защитит минимальный доход должников от взысканий. На жизнь оставят прожиточный минимум. В нашем крае это 14 тысяч 46 рублей. Чтобы защитить свои деньги, нужно написать заявление судебному приставу, который ведет исполнительное производство. Кроме того, с этого года закон запрещает списывать за долги детские пособия и прочие социальные выплаты. Сейчас для должников остается сумма для проживания. В частности, с этой суммой они смогут платить за коммунальные платежи по своим объектам недвижимого имущества, в котором проживают, а также и содержать самостоятельность себя. Если по какой-то причине получилось так, что судебный пристав исполнитель превысил свои должностные полномочия и списал абсолютно все денежные средства с карты, то должник имеет право обратиться с заявлением к судебному приставу исполнителю и в течение 20 календарных дней денежные средства будут возвращены должнику. Ограничение на взыскание не касается долгов по алиментам при возмещении вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, а также по ущербу из-за преступлений. Такие долги взыскивать будут в полном объеме. Причина принятия следующего закона – страшные преступления против детей и подростков. Наказания ужесточат для педофилов-рецидивистов. Их ждет пожизненное заключение. Пожизненное лишение свободы также грозит за сексуальное насилие в отношении двух и более несовершеннолетних и если оно сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением. К таким, в частности, относятся убийства. Еще один закон связан с охраной экологии и нашего с вами здоровья. За нарушение при установке датчиков контроля выбросов загрязняющих веществ и некорректную передачу данных промышленников накажут рублем. Должностных лиц ждут штрафы от 20 до 40 тысяч рублей, юридических – от 200 тысяч рублей. Закон объективно необходимый, однако к его реализации у общественников есть вопросы. Непонятно, с помощью какого оборудования, в какую систему это будет утекать, кто будет ответственный за то, чтобы отслеживать актуальность этих данных, какой надзорный орган будет, собственно, говорить, насколько эти данные актуальны или они неактуальны. То есть в любом случае все очень туманно, поэтому пока на самом деле мы в любом случае такие движения воспринимаем с позитивом, но понимаем, что пока эти законы малодействующие и малоприменимы. И в завершении немного о том, как новые законы помогут организовать ваш досуг. У нас две новости для обладателей Пушкинской карты. Первая – хорошая, теперь по карте можно ходить в кино. Вторая новость – оплатить можно не все сеансы. Государственные деньги можно потратить только на просмотр отечественных фильмов, созданных при поддержке Минкульта или Фонда кино. Хорошо это или плохо – решать вам. Но, к счастью, выбора обладателей карты никто не лишает. Ходить по ней все так же можно и в музеи, и в театры. На этом у меня все. Спасибо, это была Светлана Чернушевич. С информацией о финансовых нововведениях к февраля мы продолжаем выпуск. Бывший журналист и спортивный менеджер стал министром спорта Красноярского края. Должность займет 37-летний Денис Петровский. Новый министр родился в Красноярске, окончил Сибирский юридический институт МВД. С 2005 года работал спортивным журналистом на ВГТРК после Петербурга. А в 2014 году в госкорпорации «Олимпстрой», которая занималась организацией Олимпийских игр в Сочи. В 2016 Петровский стал спортивным директором Красноярского футбольного клуба «Енисей». Последние два года новоиспеченный министр спорта занимался организацией российского гран-при «Формулы-1» и развитием «Сочи-автодрома». Напомню, предыдущий министр спорта Павел Ростовцев ушел с должности в декабре прошлого года. Он стал советником губернатора. Сборная России заезжает в Олимпийскую деревню в Пекине. Сегодня в Китай отправились скелетонисты, бобслисты, прыганы на лыжах с трамплина и фигуристы. Среди скелетонистов в составе сборной не оказалось серебряного призера прошлой Олимпиады красноярца Никиты Трегубова. Спортсмен получил положительный тест на коронавирус. И на Олимпийских играх его заменит другой красноярский скелетонист Евгений Рукасуев. Трегубов поблагодарил болельщиков и чиновников за поддержку и помощь, а также пожелал сборной России удачи на соревнованиях. Всего на главном турнире четырехлетия выступят 20 красноярских атлетов, в том числе призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Соревнования в Пекине начнутся 4 февраля. О самых ярких событиях Олимпиады и победах российских спортсменов мы расскажем в рубрике «Дневник Олимпиады». Смотрите с понедельника в новостях ТВК. Мусорного коллапса на правобережье не будет. Об этом заявили в компании «Ростех». Несмотря на то, что на прошлой неделе компанию лишили статуса регионального оператора по вывозу мусора по правобережной технологической зоне, организация продолжает работать в штатном режиме, говорят в «Ростехе». Согласно существующему регламенту, компания может и дальше исполнять обязанности регионального оператора, но до того момента, пока не будет найден новый региональный оператор, либо пока «Ростех» официально не восстановят в правах. В любом случае, это значит, что на жителях правого берега Енисея смена оператора по вывозу мусора не отразится никак, уверяют в компании. Никакого коллапса не будет. По закону мы имеем право продолжать осуществлять данную деятельность, то есть исполнять обязанности регионального оператора до выбора нового регионального оператора. У нас продолжает все работать в штатном режиме. Ничего абсолютно для населения не поменяется. И заметить они этого не должны. Кроме того, не изменятся и счета за вывоз мусора. В «Ростехе» заявили, что цены останутся на том же уровне, что и раньше. На прошлой неделе Краевое министерство экологии лишило «Ростех» статуса регионального оператора по вывозу мусора. И в самой компании говорят, что это решение стало настоящей неожиданностью. А узнали о нем уже из СМИ без официального уведомления. 27 января 2022 года мы из средств массовой информации от ваших коллег узнали о том, что существует такой приказ. И да, действительно, на сайте он был опубликован о том, что наша компания лишена статуса регионального оператора именно по правобережной технологической зоне. Но для нас это, конечно же, была большая неожиданность. У нас предпосылок к этому никаких не было. Не было предписаний, представлений. Хотя проверки у нас проходят регулярно. «Ростех» работает в Красноярске с 2019 года. Оператор обслуживает около 800 тысяч жителей. Предприятие владеет единственным мусоросортировочным комплексом в Красноярске. Кроме того, вся техника оборудована системой «ГЛОНАСС». Это позволяет компании оперативно отслеживать, куда вывозятся отходы. В 2021 году компания «Ростех» на уровне Российской Федерации вошла в десятку лучших компаний по всей стране. В январе 2022 на местном уровне ее лишают статуса регионального оператора по правобережной технологической зоне. Компания намерена решить этот вопрос в рамках правового поля. В Красноярске начался прием заявок в детские и летние лагеря. Кто может туда поехать и сколько стоит путевка, расскажем в рубрике «Новости коротко». В Красноярске начали принимать заявления на путевки в летние детские лагеря. Туда могут поехать школьники от 7 до 18 лет. Об этом сообщили в мэрии. Полная стоимость путевки составляет почти 25 тысяч рублей. Родителям нужно будет заплатить 30 процентов. Это около 8 тысяч. Обращаться за получением путевки с частичной компенсацией нужно в школу по месту прописки. Заявки принимаются до 15 апреля. Добавлю, сейчас в Красноярске работает 5 муниципальных лагерей. Планируется, что в этом году при школьных и загородных лагерях отдохнут почти 23 тысячи детей. В Красноярске благоустроят несколько дорожных развязок. В этом году работы проведут в Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Как сообщили в мэрии, эскизы уже утверждены. На реконструкцию из бюджета выделят 5 миллионов рублей. После ремонта развязки приобретут современный вид. Так, на пересечении улиц Республики Робеспьера планируют установить ландшафтную композицию из хвойных растений, природных камней и каменной крошки. Объезд на Копыловский мост оформят газонами и группами цветущих кустарников. В 2024 году в Красноярск переедет центральный офис компании «Русгидра». Об этом рассказал ее руководитель Виктор Хмарин. Он отметил, что место для офиса уже подобрали, скоро его выкупят и отремонтируют. В компании планируют перевезти в Красноярск весь коллектив. Сотрудникам обещают дать квартиру в доме бизнес-уровня, а также предоставить дополнительные дни к отпуску и северную надбавку. Кроме того, для детей-работников планируют построить детский сад и школу. О чем бы вы рассказали в эфире новостей? Может быть, вы заметили неправильно припаркованное авто во дворе, или вам надоел постоянный лай бездомных собак. А может, наоборот, возле вашего дома наконец-то поставили новую детскую площадку. Рассказать о том, что вас волнует, и привлечь внимание к проблеме, можно с помощью рубрики «Говори на ТВК». Так, например, житель улицы Кутузова решил рассказать об огромной куче строительного мусора, которая находится по соседству с детской поликлиникой и школой. Детская поликлиника рядом, школа. И вот такая стройка у нас раньше была. То есть вот грунтовая 28А, рядом дом. Блин, ребята, ну это вообще ненормально. То есть застроенный, вот жилые дома, ходят дети. То есть, блин, аварийная такая вот ситуация. Дождемся, вот пока несчастный случай какой-нибудь произойдет. Потом кто-то будет шевелиться. Чтобы принять участие в рубрике, вам необходимо записать видео со своим рассказом и прислать его в наши соцсети в интернете или по телефону 8 923 165 45 00 в любом удобном мессенджере WhatsApp, Viber или Telegram. И совершенно необязательно, чтобы видео было о проблеме. Если у вас есть приятная новость, мы с удовольствием поделимся и ей. После коррекции рынок акции начал восстановление. Бумаги каких компаний отыграли падение? Как быстро восстанавливалась экономика в кризисе за последние 10 лет? Расскажет автор рубрики «Инвест. Новости» Екатерина Вайс. После того, как инвесторы пережили худшую неделю с начала пандемии, рынок акций стал восстанавливаться. Котировки поползли вверх после заявления российского МИДа о том, что даже мысль о войне с Украиной недопустима. Лидеры роста после обвала. Сбер прибавил почти 10%, бумаги «Газпрома» выросли почти на 9%, Роснефти на 8%, Новотека и Тинькофф примерно на 7%. Индекс Мосбиржи подрос более чем на 4,5%. Укрепился и рубль. Евро потерял около 3 рублей, и сейчас стоимость составляет 86,5 рублей. Стоимость доллара снизилась на 2 рубля и составляет 77,80 рубля. Акции Tesla упали на 8% до 850 долларов за бумагу. Снижение началось после того, как Илон Маск подтвердил информацию о том, что компания не будет выпускать новые модели автомобилей в 2022 году. Все из-за проблем в цепочках поставок. Цитата. Дефицит чипов, хотя и стал менее острым, чем в прошлом году, все еще остается большой проблемой для нас. Одним из основных направлений деятельности компании в Tesla назвали программное обеспечение для автономного вождения. Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Сырье подорожало из-за опасений дефицита поставок при растущем спросе на топливо в мире. В конце недели нефтяные котировки поднимались до нового максимума за последние 7 лет. Эксперты Морган Стэнли считают, что в этом году стоимость нефти поднимется до 100 долларов за баррель. Инвесторы сталкивались и с более значительными коррекциями. Когда портфель становится красным, важно помнить, что спад всегда сменяется ростом. Эксперты Тинько вспомнили самые большие падения на рынке за последние 10 лет. В 2014 году инвесторы также стали заложниками геополитической ситуации. Я тогда только начинала работать в новостях и хорошо помню черный вторник, когда евро и доллар выросли почти в два раза. На фоне украинского кризиса и санкций России и Запада индекс Мосбиржи потерял 7%, а долларовый – 45%. К прежним показателям им удалось вернуться уже в начале 2015 года. Следующий обвал на российском фондовом рынке случился в 2018 году. На ситуацию повлияли санкции США против российских топ-менеджеров, чиновников и миллиардеров. В черный понедельник индекс Мосбиржи опустился на 8%. Уже летом 2019 года показатели вернулись к докризисному уровню. В начале 2020 года рынки столкнулись с новым кризисом из-за начала пандемии. После введения первых ограничений из-за ковида индекс Мосбиржи обвалился почти на 20%. К докризисному уровню удалось вернуться уже через полгода. В кризис инвесторам нужно помнить, что после каждой коррекции рынки склонны восстанавливаться. А еще в кризис можно не только не потерять, но и заработать. На этом у меня все. С вами была Екатерина Вайс. Прибыльных вам сделок. В Красноярском крае возобновила свою работу передвижная станция стоматологической помощи. Первым населенным пунктом, который посетили врачи в этом году, стал поселок Березовский. Местные жители часто жаловались на отсутствие квалифицированных специалистов поблизости. К примеру, чтобы удалить зуб или поставить пломбу, людям приходилось ездить в Красноярск. Однако теперь жители могут получить помощь прямо у себя в поселке, пока там находится мобильный стоматологический пункт. В день специалисты смогут принимать до 20 пациентов. Среди услуг диагностика, профилактика болезни полости рта и зубопротезирование. Лечить пациентов будут врачи с Красноярской стоматологической поликлиники номер один. Поселок Березовский посетил и депутат Госдумы Юрий Швыткин. Политик отметил, что мобильная станция будет работать не только в Березовском районе, но и по всему краю. Это не разовая акция, это носит системный характер. Различные районы Красноярского края, и Манский район предполагается, и Саянский район, и так далее. Это я говорю про восточный пункт. А есть еще западный, южный, северный. Поэтому охват достаточно большой. Понятно, что все сразу в одной части ты не охватишь, но носит системный характер, и эта работа отлажена. Аллергия – одно из самых распространенных заболеваний в мире. Проявлять она себя может по-разному. Так, к числу особо опасных аллергических реакций относят анафилактический шок. Чем может быть вызван внезапный приступ аллергии? Что делать до приезда скорой, если у вас случился приступ? И поддаются ли аллергические реакции лечению? На эти вопросы в рубрике «Вопросы доктору» ответит врач Владимир Хиновкер. Здравствуйте. Это «Вопросы доктору», и я Владимир Хиновкер, врач-интенсивный терапевт. Сегодня я отвечаю на вопросы про аллергию и анафилактический шок. Чем может быть вызван внезапный приступ аллергии, и как распознать анафилактический шок? Внезапный приступ аллергии может быть вызван всем, чем угодно, то есть появлением того белка, на который организм сенсибилизирован. Вообще аллергия – это реакция иммунной системы на аллерген. Мы должны, во-первых, понимать простую вещь, что аллергеном может выступать не только лекарственное вещество, которое, кстати говоря, само по себе редко бывает аллергеном, оно, чтобы стать аллергически активным, должно попасть в организм и связаться с каким-то белком организма. Но и пыльца растений, и шерсть животных, или их перхоть, или их слюна высохшая, и пух перо подушки, а точнее то, что выделяют клещи, когда кушают эти пух перо, и так далее и тому подобное. Вот организм должен встретиться с этим веществом как минимум второй раз в жизни. При первом контакте возникает то, что называют у медиков «сенсибилизация», а при втором контакте, при повторном контакте, уже аллергическая реакция. Анафилактический шок – это самое тяжелое проявление аллергии, которое проявляется резкой слабостью, потерей давления, тошнотой, иногда потерей сознания, бронхоспазмом. Внешне это может быть обильное высыпание и отеки. Помните, раньше, кто жит подольше, были такие провокационные виды рекламы, была такая реклама, чему никогда не помешает лишний объем. Там, кстати, в этой рекламе речь шла о ресницах. Так вот, если вдруг появляется лишний объем у наших мягких тканей, например, в верхнедыхательных путях, отек к венке, это может быть жизнеугрожающее состояние. Что делать при внезапном приступе аллергии до приезда скорой? Если вот так получилось, что у человека впервые приступ аллергии, и нет никаких сомнений, что это аллергия, что у него появилась какая-то сыпь на теле, вдруг внезапно после приема какого-то лекарства или после того, как он съел что-то, то, что он не кушает каждый день, какие-то красители, например, пищевые, то, конечно, антигистаминные без рецептурного отпуска принять можно, ничего там плохого не будет, вы не навредите себе одной таблеткой супрастины, например. Ну и самое правильное, это, конечно, вызвать скорую помощь, для того, чтобы вам поставили диагноз, что это действительно аллергия. Люди склонны к аллергии, как правило, об этом знают. И у них всегда в сумочке есть антигистаминные препараты, лекарства от аллергии. Так вот, антигистаминные препараты относятся всегда к препаратам первой линии лечения аллергии. Если врач назначил вам от аллергии какой-то антигистаминный препарат, и он у вас есть, конечно, самое первое, что нужно сделать, это его принять. Еще раньше, чем принять антигистаминный препарат, нужно прекратить контакт с аллергеном. Если у вас аллергия, например, на кошку, вы оказались в помещении, в котором живет кошка, вы об этом, например, не догадывались, и вдруг выяснилось, что в гостях, куда вы пришли, есть животное, первым делом нужно, конечно, выйти из помещения, покинуть это помещение, выйти на свежий воздух. Прекратить контакт с аллергеном. Во всем цивилизованном мире сегодня аллергики, люди, склонные к анофилоксиям, носят в кармане шприц-ручки с адреналином. И это жизнеспасающее лекарство, которое как диабетики носят шприц-ручки с инсулином, так же аллергики носят шприц-ручки с адреналином, где нажатие на кнопку позволяет впрыснуть определенное количество адреналина внутримышечно. В России, к сожалению, таких ручек пока нет. Что делать в этой ситуации? Наверное, людям, у которых уже была анафилактическая реакция, у которых уже был анафилактический шок, и которые знают, что это такое, стоит носить с собой в кармане или в сумочке, поскольку адреналин часто бывает термолобильным, в сумочке носить с собой адреналин, шприц и спиртовую ватку, для того, чтобы иметь возможность оказать себе помощь, или чтобы кто-то оказал ему помощь. Да, адреналин по полмиллилитра внутримышечно спасает жизнь людям с анафилактическим шоком. Все ли аллергические реакции поддаются лечению? К сожалению, аллергию как заболевание вылечить нельзя. А вот проявление и осложнение аллергии лечить можно. Можно снижать сенсибилизацию организма, то есть настроенность организма или напряженность противоаллергического иммунитета можно снижать специфическим лечением, этим занимаются аллергологи. Ну и, наконец, если вы знаете, что у вас какие-то сезонные аллергии, то можно профилактически принимать антигистаминные, чтобы пережить вот эти вот сложные периоды, например, цветения растений, там, когда пыльца появляется у того вида растений, на которые у вас аллергия. Да, проявление аллергии можно лечить, осложнение можно лечить, саму аллергию вылечить раз и навсегда, к сожалению, пока не получается. Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете увидеть его на нашем YouTube-канале, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и помните, ТВК не только ТВ.